Если вы думаете, что секрет богатого урожая заключается лишь в правильных подкормках, то вы ошибаетесь. Нет, доля правды, конечно, в этом есть. Но многие упускают из виду еще один фактор, который очень влияет на правильный рост и развитие томатов. И это полив растений. В этом деле необходимо знать некоторые простые правила. И тогда вы обязательно получите урожай сочных и вкусных томатов. Начнем с того момента, как вы пересадили рассаду в открытый грунт. В момент высадки рассады грядки обязательно должны быть тщательно увлажнены и напитаны с помощью органики. Если после высадки томатов начались сильные дожди, то поливать культуру не нужно. А вот во время длительных солнечных дней растения рекомендуется поливать примерно один или два раза в неделю. Далее поливаем томаты только тогда, когда почва своим внешним видом покажет, что это необходимо. Также обращайте внимание на листочки томатов, потому что они могут тоже сигнализировать вам о недостатке влаги в почве. В такие моменты они выглядят достаточно поникшими и вялыми. Если вы заметили такое поведение у томатов, обязательно проведите вечерний полив. Во время того, как томаты активно растут и плодоносят, поливайте их таким же образом. Если на улице стоит аномальная жара, то поливайте культуру примерно 3-4 раза в неделю, чтобы почва была увлажнена на глубину от 25 до 35 см. Во время регулярных дождей давайте себе отдохнуть от полива, иначе вы можете навредить растениям. Старайтесь не делать больших перерывов между поливами во время созревания основных плодов. Если вы забудете про полив и потом резко польете томаты большим количеством воды, это может привести к появлению у томатов трещин. Поливайте томаты, да и вообще все растения, только рано утром или вечером после захода солнца, либо днем в облачную или пасмурную погоду. Дело в том, что если вы будете поливать томаты под палящим солнцем, вода будет очень быстро испаряться, и растения не смогут напитаться жидкостью в полном объеме. Также такой полив может привести к ожогам листьев. И старайтесь даже в утреннее или вечернее время поливать растения строго под корень, не попадая каплями воды на листья и стебли растений. К тому же не стоит использовать холодную воду. Весной воду можно немного подогревать, а вот летом все гораздо проще. Когда на улице достаточно тепло, просто оставляйте воду нагреваться на солнце. А в засуху, наоборот, используйте артезианскую или колодезную воду для того, чтобы охладить раскаленный грунт.